Девушки отдыхают Девушки отдыхают А возраст для того, чтобы максимально хорошо его приручить Рекомендуется покупать хомячков в возрасте порядка двух месяцев Потому что если он будет моложе двухмесячного возраста Он будет еще недостаточно самодостаточным А старше двухмесячного возраста уже будет слишком самодостаточным И будет меньше хотеть приручаться Вот хомячка где покупать правильно? В зоомагазине Ни в коем случае не на стихийных рынках. Также я не сторонник птичьих рынков. То есть я сторонник зоомагазинов специализированных. Там гораздо больше шансов купить животное здоровое. И там нам уже и расскажут, какого пола хомячок и сколько ему месяцев. Потому что так на глаз вроде бы сложно определить. Конечно. Так лучше заводить мальчика или девочку? Ну, это личное предпочтение каждого. Если будет девочка, у нее же будут рождаться маленькие хомячки. С ними потом еще что-то нужно делать. Ну, только если у нее будет еще и мальчик. Хомячки являются животными-одиночниками. Они идеально уживаются сами с собой. Вот, наоборот, гораздо больше проблем, если содержание групповое. Если вы хотите поселить вместе самочку с самцом, или двух девочек, или двух мальчиков, тут, возможно, множество конфликтов. А сам по себе хомячок никогда не скучает. А какой должен быть внешний вид хомячка, чтобы я была уверена, что это животное здорово? Покупать их лучше в вечернее время, поскольку днем хомячки спят, а активность у них начинается в вечернее время. Так? Значит, малыш должен быть активный. У него должна быть здоровая шерстка, блестящая, лоснящаяся. На ней не должно быть никаких эктопаразитов сверху присутствовать. Она должна быть чистенькая, без налипания каких-либо загрязнений. Так? Глазки с носиком должны быть чистенькие, ушки розовенькие. Должны отсутствовать истечения, из носа, из глаз соответствующие. Никакой слюны, пены изо рта. И важно очень обратить внимание на анальную зону, чтобы вокруг не было налипания каловых масс, поскольку это может быть уже таким признаком, что животное больно, да, и у него диарея. Это такие основные принципы, которые помогут вам визуально оценить здоровое животное. Сколько приблизительно стоит купить хомячка в зоомагазине? Порядка 50 гривен. Породы на сегодняшний день разнообразнейшие. Есть декоративные, такие как ангорские. Есть хомячки, которые вполне способны и в естественных условиях жить, такие как джунгарские. Есть закарпатские, есть предкавкатские, есть сибирские. А наши какие? У нас тут с вами представлены ангорские. То есть, из которых еще носки можно вязать потом, да? Ну, я думаю, большого носочка не получится, но какой-нибудь маленький для ребенка можно. Ну, здесь, наверное, можно ориентироваться на вкус. Какой хомячок внешне больше нравится, ту породу и выбираем, да? Абсолютно правильно. Уход будет за ними, за всеми одинаковый? Да, кроме того, что длинношерстные породы будут нуждаться в том, чтобы за шерсткой отдельный уход был. То есть, просто ее прочесывать. Вместе с хомячком, наверное, же еще что-то нужно купить? Вот аквариум или клеточки. Да, значит, аквариум или клеточки, или большую коробочку соорудить самостоятельно. Ну, в идеале, конечно, это такие большие аквариумы. Потом зоны должно быть много, и желательно разделить их на две. Первая – это столовая и зона для отдыха, а вторая зона – это игровая. Многие люди покупают две небольшие клеточки и соединяют их вместе. И это идеальный вариант. В первой зоне хомячок кушает, а в другой уже переходит и играется. Каждый хомячок нуждается в своем фитнесе, в фитнес-зале. У них должна быть и такая вот беговая дорожка, своеобразная, как колесо, и всевозможные туннели, лабиринты, домики, чтобы они имели возможность где-то укрыться, спрятаться. Часто, бывает, хотят подарить хомячка, да? То есть, если выясняется, что этот хомячок в семье желанный, и я хочу сделать такой подарок, то, наверное, нужно вместе и с аксессуарами сразу дарить, чтобы это были не хлопоты, а удовольствие. Так вот, сколько приблизительно придется денег потратить на оборудование аквариума и таких необходимых приспособлений для хомячка? Больше вот сам аквариум может стоить, да? Там порядка гривен 200. Но если как бы обойтись более экономично, то есть клеточка, там, поилочка, кормушечка, колесо, то я думаю, до 250 гривен можно вложиться. В принципе, как для домашнего питомца, который будет долгое время жить с нами, это и немного. Какое долгое время, кстати? Сколько лет живут хомячки? В среднем два года. Долгожители – это три. Теперь помимо помещения у хомячка должна быть вот такая подстилка. И чем его кормить? С кормом все очень просто. На сегодняшний день разработано очень много готовых сухих кормов. Они очень дешевые в ценовой политике и полноценные. Они сбалансированы. И там есть все-все-все, что необходимо вашему четвероногому любимцу. Поэтому ваша задача – приобрести специализированный корм, высыпать его в кормушечку и рядом, чтобы была всегда свежая водичка. А он сам знает, сколько ему нужно есть, да? Да. А вот эту подстилку из опилок часто нужно менять? В принципе, рекомендовано дважды в неделю. Опилки стоят порядка 18 гривен за 5 литров. А хватит, наверное, надолго, я думаю, хомячку, да? Вот клетку с хомячком где лучше в квартире поставить? Где ему будет удобнее? Удобнее ему будет везде. Но ваша задача, чтобы это было еще и гигиенично. Поэтому ни в коем случае не кухня. Это раз. Ни в коем случае не балкон, потому что они склонны очень к простудным заболеваниям. Это не должны быть места на сквозняках. Также с гигиенической точки зрения я не рекомендую спальни. Я рекомендую вам гостевую комнату или коридор, который достаточно объемный, чтобы можно было найти укромный уголочек и там разместить клеточку. Ты говоришь о гигиене. Это значит, что хозяева должны заботиться не только о хомячках, но и о собственной безопасности, если хомячок в доме. Так что ли? Конечно. Поскольку все-таки не надо забывать, что хомячки у нас грызуны. Они могут на себе переносить очень много инфекций, при этом сами не болеть. Ни капельки при этом. Ничего себе. Даже здоровый хомячок. Даже визуально здоровый хомячок. Поэтому акцентирую внимание. Покупайте в проверенных местах. И при контакте со своим любимцем соблюдайте меры гигиены. Мойте ручки, не целуйте в носик. Этого достаточно. Я надеюсь, хомякам не нужно делать какие-то прививки, водить его к ветеринару регулярно? Водить к ветеринару нужно обязательно раз в полгода. Это такие вот превентивные меры, профилактические. То есть ветеринар рассматривает животное, говорит, в какой он кондиции находится, все ли хорошо. Но специальных прививок для хомяков нет. А глистогонные препараты существуют. Иногда антипаразитарные препараты нужно применять. Также важно очень знать, что в домашних условиях, когда вы ухаживаете за хомячком, за клеточкой, хотите сменить подстилку, то рекомендовано это делать в специальных медицинских масочках, чтобы вы были защищены, ваши органы дыхания, от пыли. И, конечно же, использовать хозяйственные перчатки. Говорят, что все животные с мехом, как и хомячок, могут вызвать аллергию у людей. Стоит ли это учитывать, когда мы берем такого питомца домой? Обязательно стоит учитывать, потому что для людей, у которых в семье есть аллергики, это первостепенный вопрос. С какого возраста можно позволять ребенку играть с хомячком, чтобы это было безопасно? В идеале, конечно, заводить хомячков со школьного возраста. И не совсем так, как делают. Чаще всего покупают трехлетним, четырехлетним, шестилетним малышам, которые самостоятельно еще за ними ухаживать не могут. А от избытка положительных эмоций в порыве своего позитива они могут его даже придушить. Олесечка, ты сказала о том, что хомячок может быть сам здоров, а передать инфекцию человеку, хозяину. Какие болезни? Самые распространенные. Это грибковые и паразитарные. Паразитарные – это там бложки, вши, власоеды, так и эндопаразиты. Это популярные гельминты, глисты в простонародье называют. Ну и, конечно, есть ряд специфических опасных бактериальных и вирусных заболеваний, носителями которых могут быть грызуны. Это и сальмонеллы, и всевозможные простейшие, то есть вплоть до туберкулезной палочки. То есть разнообразнейший спектр. Они не даром лабораторные животные, они универсальны по возможности носительства в себе микроорганизмов. Ну, конечно, хомячки похожи на дружелюбных животных, но при этом мы знаем, что они грызуны, а значит, при первой возможности будут грызть. Если он укусил человека за руку. Нужно помыть свою ручку хорошо с мыльцем, обработать перекисью водорода, минимально обработать зеленочкой сверху царапину, да. Ну и, конечно, если ваш хомячок здоров, то вам не о чем беспокоиться. А если вдруг вы его подозреваете в чем-то, то можете, если плохо заживает укус, то можете, конечно, обратиться к врачу. Люди, которые любят хомячков держать в руках, они их иногда отпускают поползать по квартире. Стоит ли это делать? Нет, ни в коем случае делать этого не стоит. На него может что-то банально упасть, он может куда-то залезть и не смочь обратно вылезти. Вплоть до электротравмы он может заинтересоваться розетками. Вот. Но касаемо человека, то есть хомячок не всегда ходит в туалет в определенное место, он это может делать, где застанет его эта проблема. Ну и для того, чтобы нам еще немножко повеселиться, расскажи поподробнее, почему для хомячков так важно организовать уголок фитнеса, чтобы они могли двигаться. Для них это единственное развлечение, да, и самое приятное. Хомячок очень любознательное животное, очень активное животное, поэтому для того, чтобы он был здоровый, эту энергию надо расходовать. А расходуется она на физические упражнения. То есть это на бег, вот, на, соответственно, созерцание. Вот они активно что-то слушают, смотрят. Вот. Ну, а фитнес, ну, это буквально 70% свободного времени. Спасибо, Олеся. Пожалуйста.